Доброе утро! Сегодня мы с вами едем в другой город, мы едем в Алейн. Многие люди, кто живут здесь, до сих пор думают, что Алейн это другой отдельный Эмират. На самом деле ничего подобного, а Алейн это другой город в составе Эмирата Абудаби. Вот смотрите, по навигатору показывает, что нам ехать примерно 130 километров, и это займет 1 час 13 минут. Мы выезжаем из района Тейком и напрямую через Хессерроуд. А сейчас показывает, что у нас полный бак, и этого бака нам хватит почти на 600 километров. Напомню, до Алейна туда в одну сторону 130 километров, в обратную тоже 130, плюс там еще по Алейне покатаемся, ну, наверное, километров 300 мы с вами сегодня накатаем. Посмотрите, какая красивая дорога, прямая, как стрела, ровная, гладкая, одно удовольствие по ней ехать. По сторонам, справа и слева, песчаные барханы, все прямо как в кино. По дороге в Алейн, Алейн Роуд, ограничение скорости 120 километров в час, можно ехать на 20 километров быстрее, то есть максимально можно ехать 140, везде стоят радары, то есть если вы привезете больше, чем 140, вас сфотографируют и будет штраф. Но мы не будем рисковать, мы едем 130 километров в час, то есть довольно умеренно. Обратите внимание, мы сейчас едем вглубь пустыни, и когда едешь вглубь пустыни, цвет песка меняется с желтого на такой красноватый, то есть видите, он сейчас уже приобретает такой красноватый оттенок. Вообще, дорога в Алейне очень красивая, мы сейчас едем и наслаждаемся пустыня, пальмы. Абу-Даби очень зеленый эмират по сравнению с Дубаем, напомню, Алейн является частью эмирата Абу-Даби, и здесь очень много именно живой, натуральной растительности. В Дубае же живой растительности очень немного, и в основном идет искусственное орошение, то есть искусственный полив, а здесь именно естественная растительность преобладает. Тем из вас, кто живет в Дубае и соскучился по природе, рекомендую обязательно съездить в Алейн. Одна только дорога чего стоит, прекрасные пейзажи, пустыни, вот эти барханы песчаные, зелени очень много, верблюжьи фермы. Дорога действительно потрясающая. Сейчас мы с вами въезжаем в Алейн, и, кстати говоря, Алейн это родина шейха Заеда, того самого шейха, который объединил все эмираты, то есть раньше они были раздрожненными племенами, и вот именно благодаря усилиям этого шейха они объединились в единые эмираты. Первая наша остановка – это парк развлечений Хили-Фан-Сити, но, смотрите, мы приехали сюда, парковка пустая, совершенно никого нет. Я не знаю, может это связано с тем, что сейчас рабочий день, воскресенье, 11 часов утра, может быть, еще рановато для того, чтобы люди начали собираться. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, работает ли вообще этот парк развлечений. При входе в парк висит стенд с расписанием работы и стоимости входа, и, как видите, да, сегодня в воскресенье парк закрыт, вот почему все пусто и никого нет. А обратите внимание, то есть понедельник, вторник – 55 дирхам вход, среда – женский день, то есть мужчин сюда не пустят, и в остальные дни вход 60 дирхам. В воскресенье – выходной день, поэтому делать здесь нечего сегодня. И здесь план парка, то есть тоже видно, где что находится, вы можете это изучить самостоятельно. Ну, а мы с вами поедем дальше. Здесь же рядом находится ледовый каток Ice Ring, но он является частью в Хили-Фан-Сити, и поэтому сегодня здесь тоже закрыто, нам здесь делать нечего. И вообще это место, мне кажется, каким-то странным, работает или не работает Ice Ring, непонятно. То есть забор обшарпанный, мусор везде валяется, как будто территория здесь заброшена, никто за ней не присматривает. Если вы знаете, что с этим Ice Ring происходит, напишите в комментариях. Также здесь поблизости есть археологический парк, но опять же нам не повезло, он закрыт, откроется только в 4 часа вечера. Насколько я понял, это парк раскопок, и вот нам удалось сделать несколько фотографий, и теперь мы поедем дальше. Направляясь в центр Олейна, по пути мы заметили Хили-Оазис, а вот здесь есть такой форт, видно, что это старинный форт. Напомню вам, азисы в старые времена имели стратегическое значение, и они очень тщательно охраняли, защищались, потому что кто владеет азисом, тот и хозяин в пустыне. На туристические достопримечательности здесь ведут специальные указатели, и также где-то там впереди есть Олейн Молл. И сейчас мы оказались с вами в центральной части Олейна. Как видите, здесь так же, как и в центре любого города, пробки, уже есть дома, и, кстати, так же зелье, как и на окраине. И еще обратите внимание, многие вывески здесь только на арабском языке, на английском языке не дублируются. Еще одна достопримечательность – дворцовый музей Олейна. Вход находится там. Давайте зайдем и посмотрим. Здесь видно расписание работы музея, и обратите внимание, по понедельникам здесь выходной день. Вход дворец бесплатный, вы можете его обойти самостоятельно или воспользоваться услугами гидов. Вот стрелочка направо. И здесь нас встречает тенистая галерея. Вот на одной стене, одна стена полностью заполнена различной графикой. Здесь в основном портреты шейхов. Скорее всего, они здесь со своими детьми. И также вот это, я не знаю, это не мозаика, но как это, какое-то панно, наверное, сделанное. Панно, ну да, какое-то кафельное или глиняное, наверное, эти плитки. Здесь панно тоже отображает жизнь, быт местных жителей. Ну и, конечно же, мечта любой девушки – принц или даже шейх на белом коне. Здесь висит такая табличка с информацией. Подробно про этот музей. На самом деле, это была касса-дворец предыдущего президента. И здесь вот была прямо табличка такая, сколько было комнат, 10 спален, 12 гостиных и так далее. Всего здесь 37 помещений. Более внимательно можете прочитать сами. В этом помещении есть туристическая стойка. Здесь есть разные буклетики. И вот такой интересный буклетик тоже. Гид по дворцу. Значит, вкратце правило, трогайте объекты только глазами, не руками. Ходите по галереям, не бегайте. Разговаривайте тихим голосом, когда делитесь своими идеями. Пишите только карандашами, никаких ручек и маркеров. Мобильный телефон в бесшумный режим. Никакого питья и еды. Очень полезная брошюрка. Здесь много интересной, полезной информации. Мы возьмем себе на память. Помните, только что мы были в оазисе и фантазировали, предполагали, что там могло происходить внутри. Вот здесь, во дворце, мы случайно нашли картину. И она как раз отражает, что происходило в оазисе в те далекие времена. Вот здесь по краям видно деревья. Это как раз оазис. По центру проходит дорога. Она ограждена деревьев стенами. И здесь идет караван, движется нам навстречу. Они, скорее всего, заходят в оазис, чтобы передохнуть, набраться еды и воды. Этот дворец был построен в 1937 году. Здесь проживал как раз-таки тот самый шейх Заед бен Султан Аль-Нахьян, который объединил все Эмираты. И он здесь прожил до 1966 года. А в 1966 году они со своей семьей переехали уже в Абу-Даби. Сейчас этот дворец функционирует как музей для туристов, для посетителей. Он открыт. Пожалуйста, заходите, приходите, смотрите. Здесь все можно. Здесь мы нашли рецепт, как приготовить арабский кофе. Запомните его, запишите себе, приготовьте. И напишите в комментариях, что у вас получилось. Также нам здесь дали карту Алейна. Ну вот мы сейчас находимся здесь, в дворце шейха Заеда. Дальше нам рекомендовали пойти в Оазис, в национальный музей. После этого сюда, в эту зеленую область, здесь родники. И здесь можно купаться. Два источника для мужчин, два источника для женщин. Сказали, что тут горячие источники. Постараемся сюда успеть. И знаменитая Джибел Хафид, гора. Туда нам тоже сказали обязательно попасть, надо успеть. И после этого сказали заехать на Каймл Маркет, на Блюжий рынок. Также нам порекомендовали вот этот ресторан. Он здесь рядом с этим дворцом находится, через дорогу. Ресторан местной кухни, именно Эмиратской. Сказать, что там самая лучшая еда и цены приемлемые. Давайте пройдем дальше, посмотрим быстренько по дворцу пройдемся. Сейчас мы находимся где-то здесь с вами. И вот так вот такой круг дадим, потом выйдем обратно. В этой комнате находится дерево родословное Аль-Нахьянов. И здесь видно, в какие годы какой шейх правил. То есть вот сейчас нынешний шейх Халифа бен Заед, он правил с 2004 года. До него правил Саед бен Султан, вот с 1966 по 2004 года. И, естественно, здесь есть галерея с портретами всех шейхов. Теперь мы вышли в дворик. Здесь вы можете прогуляться, почувствовать себя настоящим шейхом и сделать отличные фотографии на память. Мы поднялись чуть на второй этаж. Тут такие симпатические балкончики. Здесь помещение, где жила шейха Фатима и ее дети. Давайте пройдем, посмотрим, какие у них были спальни, в каких помещениях они жили. Вот, зайдем. Ну, на самом деле, видите, довольно скромная комнатка. В принципе, у нас сейчас точно такие же спальни. Вообще, на самом деле, дворец довольно скромный, не такой уж большой. И, как видно, шейхи жили довольно скромно. Стесняться не нужно. Поднимайтесь наверх, прогуляйтесь по вот этим балкончикам. И можно пройти дальше. Там мы зашли, там находится главный вход в этот музей. А с той стороны, посмотрите, там уже, на самом деле, находится оазис Олейна. И получается, что этот дворец шейха, он находится прямо рядом с оазисом. Ну и, конечно же, самая главная запримечательность – это спальня шейха Заеда и его жены. Аккуратненько заходим. Спальня тоже довольно скромненькая по размерам. Ну, примерно, наверное, 20 квадратных метров. Здесь, пожалуйста, ничего руками не трогайте. Просто смотрите глазами. Все-таки похоже, что здесь все предметы настоящие, старинные. Значит, это лестница наверх спальни шейха, его жены и детей. А вот слева, там уже другие комнаты идут. Идемте быстренько зайдем, посмотрим. Здесь что у нас? Это комнаты для гостей, женщин. Тут уже оборудованы они по-другому. Смотрите, здесь диванчики стоят, кофейники, сладости. Очень, кстати, прохладно. Здесь нет кондиционеров этих современных искусственных. Но на самом деле на улице жарко, а здесь внутри прохладно. Видимо, проектировали этот дворец с умом. И здесь мы видим фрагмент стены. Вот из чего раньше строили дворцы. И внутри дворца проходит канал. Прямо из оазиса вода затекает в дворец и течет везде по периметру. Нам очень повезло сейчас. Тут в стене открыта дверь. И прямо через эту дверь мы можем заглянуть в оазис. Точно такой же оазис, что мы видели с вами раньше. Но он только значительно больше. Да, вот видите, такие же каналы для орошения. Тоже финиковые пальмы, трава, зелень, тень, прохлада. В задней части дворца находятся уже бытовые помещения. То есть, конечно же, колодец. Он, кстати, очень глубокий, метров 20-30 в глубину. И туда страшновато смотреть. Дальше идет комната для питья кофе. Потом идет комната для рабочих. Дальше идет кладовка. Другая дверь сбоку – это кухня. Вот это комната мамы шейхи Фатимы. И дальше вот эти помещения – это уже для родственников шейхи Фатимы. Нам пора двигаться дальше, чтобы успеть на другие достопримечательности. Здесь, на территории дворца, есть еще много других помещений. Есть что посмотреть, есть что почитать. Приезжайте, изучайте сами. А потом напишите в комментариях, что интересного здесь нашли. Во дворце местный сотрудник порекомендовал нам этот ресторан. Аль-Яхар. Это ресторан местной арабской кухни. Смотрите, здесь все написано по-арабски. Мы спрашивали, чтобы найти его. Пришлось несколько где-то спросить. И тут чуть-чуть написано по-английски. Обратите внимание, здесь вход для мужчин, а для семьи здесь вход отдельный. Так как мы приехали с семьей, то мы зайдем отсюда с этого входа. Сейчас мы сидим в ресторане. Сделали заказ. Когда мы зашли, нам посетили вот эту клеенку у нас. Вот это типа как скатерть. То есть они со стола не убирают, а просто, когда мы закушаем, они всю эту клеенку в эту скатерть поднимаются, они в нее все собирают и выбрасывают вместе со скатертью. Итак, мы заказали что? Мы заказали манди. Манди это типа как наш плов, то есть рис и мясо. Сейчас попробуем, что это такое. Потом заказали хлеб и еще сладости. В этом ресторане, к сожалению, нет ни чая, ни кофе, горячих напитков вообще нет. Только там пепси, спрайт. Но мы газировку не пьем. И заказали обычную воду, негазированную. В этом ресторане тут очень много посетителей. Есть даже какие-то отдельные кабинки. На английском здесь почти не говорят. Нам пришлось немножко помучиться, чтобы объясниться, что нам нужно. В основном здесь говорят по-арабски. Но, к счастью, мы нашли человека, который говорит по-английски. И, надеюсь, мы сделали правильный выбор в этом ресторане. Давайте посмотрим, что нам принесут. Вот такой стол нам накрыли. Значит, салаты мы уже съели. Манди с мясом в центре. Ну, это как наш плов. На самом деле, это не похоже на плов. Это совсем другое блюдо. Ну, внешне выглядит похоже. Это хумус. Вы, наверное, его уже все знаете. Его кушают с хлебом. Суп. Это мясо к супу. И здесь у нас соус острый. И вот такие большие хлебные лепешки нам принесли. И этот хлеб мы будем кушать как раз-таки с хумусом. Итак, приятного аппетита. Увидимся с вами позже. Мы вышли из ресторана сытые и довольные. Очень большие порции. Вообще, если вы туда пойдете, Манди можно брать одну порцию на двоих, на троих. И вам будет достаточно. Наедитесь. Мясо очень вкусное, мягкое. Прямо такое тает во рту. Классное заведение. Ну, конечно, понятно, что это не супер шикарный ресторан. Пластиковые ложки. Тарелки простенькие. Нету даже там горячих напитков, как мы привыкли. Там чая, либо кофе. Но раз в неделю или раз в месяц сходить в такое место обязательно рекомендую вам, чтобы вкусить местный колорит. По деньгам обед обошелся нам недорого. На четверых, с учетом, что мы объелись и еще кое-что взяли с собой, take away, на четверых вышло 129 дирхам. Поэтому, в принципе, нормально. И мы с вами уже в аллейно-оазисе. Это еще один оазис. Как раз рядом с дворцом, в котором мы бывали. Здесь вовсе идут ремонтные работы. Видите, тут хижины. Там красят, здесь что-то чинят. Здесь не доделано. Там вот что-то еще доделывают. Ну, видимо, здесь все в процессе. Наверное, они подготавливают к зимнему сезону что-то. Я сейчас вот смотрю издалека. В принципе, кажется, что это то же самое, что было в предыдущем айзисе. Давайте встанем сюда на ступеньку и заглянем, что внутри там в саду. Через забор сможем даже заглянуть. Пальмы, лежат опавшие листья. Там прохладно, тенек. И, в принципе, все остальное то же самое. Птички чирикают. Принцип то же самое. Просто здесь как-то все более благоустроено, более так для туристов сделано, скажем так. Ну, опять же, эта палка о двух концах вроде как чуть поудобнее. Но, с другой стороны, вот этот изначально то, что оригинально, вот это, как оно было, на самом деле это утеряно. И уже все более как-то искусственно, что ли. Посмотрите на вот эти дверцы. Помните в том айзисе какие были калитки прям настоящие, старинные, деревянные? А здесь это уже все восстановленное, новое. Не отражает в полной мере то, как оно было на самом деле раньше. Мы заметили открытую дверцу. Давайте попробуем пройти внутрь и посмотреть. А здесь висит предупреждение на арабском языке, но я не в состоянии все это прочитать. Кто из вас хорошо владеет арабским языком, напишите в комментариях, что здесь написано. Переведите нам, помогите. Давайте чуть-чуть вниз зайдем, спустимся. Да, здесь тропинки. Да, точно такой же айзис, как и в предыдущем. Баки с водой стоят, непонятно зачем. Наверное, еще для ремонтных работ каких-то. Мусор валяется. Ну, это, я думаю, уберут. Вот финики, трава, прохлада. И смотрите, вот те самые каналы, которые мы с вами видели там. То же самое, такая же система орошения внутри айзиса проходит. Те же самые каналы, также перекрываются. Ну, в принципе, одно и то же здесь. Поэтому мы с вами поедем дальше, посмотрим на другие места. И мой совет вам такой, если вы хотите увидеть айзис настоящий, с минимальным человеческим вмешательством, то лучше сюда не заезжайте в алейный айзис, лучше езжайте в хиле айзис. Там вы увидите гораздо лучше и интереснее. И большой плюс, там никто вам не помешает, там никого нету. Спокойно гуляйте, ходите, наслаждайтесь. А здесь рабочие, охрана, секьюрити, правила какие-то, еще что-то. Здесь все гораздо сложнее. Продолжение следует...